Компания «Европа – это мы» продолжается новым репортажем ТВ8 из Италии. Эту страну поистине можно назвать одной из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе. Сельское хозяйство там является приоритетом в том числе в национальной политической повестке дня, а итальянские фермеры делают упор на здоровую и качественную продукцию. Это история героя нашей следующей истории. Семья бизнесменов неподалеку от Рима выращивают овощи и цветы и продают их прямо с участка, где и выращивают. История бизнеса началась в 1937 году, когда эмигрировавший в Аргентину Фортунато Маджианто вернулся в Италию, где начал выращивать овощи. Позже бизнес перешел к детям, а затем к внукам. За 90 лет мы ни разу не останавливали производство, даже во время войны. В 80-х годах мы, третье поколение, вовлекаемся в бизнес. Если вначале на рынках Рима они продавали лишь перец, помидоры и баклажаны в больших количествах, то с 2016-го решили диверсифицировать производство и обратиться напрямую к потребителю, доставляя товар на нулевой километр. Мы перестали продавать наш товар на крупных рынках, отказавшись от масштабной дистрибуции. Решили создать инструмент, структуру, позволяющую потенциальным покупателям приходить к нам лично и приобретать нашу продукцию. Это революция, которую мы совершили около 8 лет назад. Если на большинстве сельхозпредприятий вход посторонним запрещен, то здесь дела обстоят иначе. Теплица открыта для всех желающих. Предприятие организует поездки, в том числе для студентов. Таким образом, покупатель может увидеть, как выращен продукт и быть уверенным в его происхождении и качестве. Такой бизнес, который напрямую обслуживает конечного потребителя, должен предлагать разнообразные, свежие продукты в течение всего года, говорит фермер. Приведу вам пример сельдереем. Продукт, который мы выращиваем 12 месяцев в году, поэтому его можно найти в продаже круглый год. У нас здесь такой же тип культуры с той разницей, что тот, который мы взяли оттуда, находится в конце вегетационного цикла, поэтому его нужно собирать, а тот, что здесь, будет готов в сентябре. Эта концепция также применима к другим видам овощей, таким как кабачки, помидоры, баклажаны, в то время как другие культуры, такие как горох, фенхель или артишоки, выращиваются только в определенное время года. Приезжаем на место, где продаем продукцию. Сюда люди приходят и покупают то, что мы выращиваем в теплице. Вы можете увидеть тыкву, картофель, помидоры, и это важный для нас продукт. Самые вкусные и ароматные помидоры черри. Это цикорий, очень популярный продукт в нашей стране. Если раньше его употребляли только зимой, то теперь круглый год. Компания объединяет два направления производства. Здесь выращивают не только овощи, но и декоративные растения, которые используют для украшения домов, садов и террас. В Европейском Союзе фермеры обязаны соблюдать определенные стандарты, установленные законодательством Евросообщества, включая использование фитосанитарной продукции. Здесь запрещены активные вещества, считающиеся опасными для здоровья потребителей. Мы используем вещества, которые также происходят из натуральных продуктов, такие как сера, медь, масло, нима. Все, что мы можем использовать без ущерба здоровью. Мы стерилизуем нашу почву путем соляризации, используя пленки, которые благодаря солнцу создают очень высокую температуру, тем самым уничтожая семена сорняков и сокращая использование гербицидов. Стефано Маджианте говорит, что государство помогает фермерам устанавливать фотоэлектрические системы, чтобы они стали более независимыми, компенсируя 80% затрат, и это не единственная помощь. Мы, представители сельскохозяйственного сектора, получаем выгоду от возможности покупать дистопливо по сниженной цене. Это более низкая базовая цена, чем та, которая практикуется за пределами страны. Процесс контролируется, то есть солярка, предназначенная на сельскохозяйственные нужды, предоставляется тем компаниям, которые ее запрашивают, в зависимости от того, сколько у них тракторов и сколько теплиц они обогревают. Фермер из Италии обратился и к своим коллегам из Республики Молдова. Уверен, что вам необходимо войти в ЕС, потому что это сообщество, которое стремится извлекать выгоду из продуктов, улучшать их качество. Нам не нужны очень большие объемы продуктов, это делается на других континентах, нам нужны качественные продукты. Европа должна характеризоваться качественными продуктами, это наш рынок. Итальянские политики, а также чиновники из Брюсселя поняли важность итальянского сельского хозяйства для развития страны и обеспечения продовольственной безопасности, поэтому помощь не заставила себя долго ждать. Италия получила значительные субсидии от Европейского Союза в сфере сельского хозяйства. Давайте вспомним тот период, когда у нас была пандемия коронавируса, когда мы получали важные субсидии. Если подумать, что пока во Франции фермеры устраивали протесты, дошедшие до Брюсселя, то в Италии благодаря этим субсидиям был достигнут компромисс, удовлетворяющий эту категорию. Многолетняя финансовая программа ЕС на 2021-2027 годы составляет 1,2 млрд евро. Еще 808 млрд евро поступает от плана восстановления Next Generation EU. Общий объем ассигнований на общую сельскохозяйственную политику составляет 386,6 млрд евро. Субтитры создавал DimaTorzok